друзья всем привет с вами снова андрей фермер мы продолжаем работать у нас сегодня 18 августа продолжаем убирать ночью был дождик небольшой такая морозь но он быстро кончился я думаю сильно на уборочную он не повлияет сегодня ездил в город купил немного прибамбасиков для нашей крыши будем делать навес сейчас даже покажу что купил основном помилочевочки тамбуры и всякие другие аксессуары к этому так взял это 12 шпильки их взял и 5 чтобы они нам пригодятся ну и также еще два мура один по дереву другой по бетону шайбы к этим шпилькам короче все это пойдет на наш навес первым делом будем делать навес для техники ну там уж компании загнать не знаю как получится по высоте сейчас буду смотреть зайдет туда комбайн или нет но в любом случае техники много трактора можно что-то будет туда загонять это уже время покажет сейчас пока главное его сделать не знаю почему по по крыше какая высота будет еще не мерил стал бы придется подрезать потому что они высокие но там пока как они подрежут сюда от это уже будем плясать так здесь уже сушится пшеница влажность у него было 15 посмотрю сколько тут тембер 56 погоняется и тогда можно будет его отключить на это просто на охлаждение поставить машин у нас пустых полно 3 но это будет здесь на базе работы еще 3309 запасе есть поэтому я думаю нам хватит на сегодня работать зерномет уже перегнали чтобы можно было перекидывать пшеницу хотели сегодня ехать косить ячмень изначально было ну пасмурно но потом вроде бы сейчас разогрела поэтому воздержимся первым делом пшеницу берем ячмень можно убирать когда пасмурно у него нет рубашки он моментально обдувается а вот пшеница сохнет долго тем более небольшой дождик был так вот здесь у нас будет навес и вся проблема заключается в том он будет под один сход с этой крышей стыковаться эта крыша у нее высота не особо большая но мы будем сделать по максималке как только можно нам все чтоб стыкануться с той крыши и ладно эти придется подпеливать немного но обрезки тоже нам куда-то пойдут в хозяйстве все пригодится я конечно не подрасчитал вот чуть поменьше сразу их отрезать ну ладно в любом случае кун подгоняешь тут можно подъехать на тракторе и с ковша аккуратно срезать натянуть надо будет нитку и уже смотреть ничего сделаем сюда будет если в идеале с крыши получится по комбайн будет сюда заходить и даже практически полностью будет ну там будет чуть и наклонная торчать это на нее пленку накинул будет храниться от и до так сейчас я беру лестницу и меряю сколько у нас получится в итоге 4 метра комбайн зашел 16 но по любому придется сушить его страшного я думаю в этом не будет по крайней криминального ничего нету сейчас есть у нас газон пустой разгружаем сушилку и начинаем загружать уже эти машины которые с поля шивань тоже стали сушиться я скорость уборки выпал два километра в час будет медленно там пошел участок проблемный овраги там и трава почему там ну где вот она по моему кладам травы много но не будет же он пропускай приходится местами диска где-то отступать сейчас запускаемся и подвечаем так но мы уже начинаем загружать так но сушилка у нас уже в режиме охлаждения сварил вот такие балки будут балки у нас и железо их будет 2 и 3 будет брус с креплением на стену в любом случае он эти будут 6 метров держать на себе но это я потом покажу уже когда будет на деле так не совсем понятно как это будет все выглядеть это все для крыши так нельзя цели не стал бы по размеру сейчас делаем отверстие под швеллер он будет крепиться на один столб а вот на другой и в стену будет для центральной поддержки эту крышу будет делаться заодно стой стамбурной и поэтому нагрузку не будет прилично привезли уже там две или три машины мы разгрузили сейчас влажность принципе она вся сухая идет поэтому сушилка у нас разгружена наполовину и еще вот машина пришла и машины есть свободно ничего короче 14 2 высыпаем в общий ворох как буду увозить кучу здесь нас куча земли свое время когда работали в это хранилище завозили картофан землю у нас сломался навозник и землю было некуда не на чем увозить и вот сыпали здесь так она осталась сейчас мы будем отсюда увозить и где-то в ямке подсыпать но обычная земля конечно да и обратно было на поле теперь уже и и не так как она была не раз так ну все всю землю мы вывезли чуть осталось только подровнять здесь но это уже лопатами я сделал ковшом погрузчиком все что смог и вот таким образом упирая ковш в стену но мне чат ноги будут писать огня заработать мы упираем ковш после шоу не это не упадет так резко и продалбиваем отверстие под наш швеллер вот он будет ложиться здесь и там их будет здесь два швеллера и к этой стене будет крупиться крепится брус брус и это будет центральная подпорка на него ставится на эту всю конструкцию короче высота будет 4 метра вот этого помещения так сказать этого навеса я думаю нормально комбайн я мерил 380 самая высокая точка 20 сантиметров запас есть так что должен залезть ну а с той стороны уже будем делать как придется там под дрова и особо высота большая не нужно сейчас еще с этой стороны продолбим и можно ставить швеллера так у нас уже здесь все забито остается вот этот уголочек две машины где-то и все будем сыпать уже на центр засыпать как раз у меня есть тут запасе две машины ну еще пол машины это сушилки я спуганю туда высыпаю перекидываем у нас получается две стороны забитые полностью и еще убирать и убирать в этом году конечно сыплет пшеницу нормально отец телом уже добили участок большой сейчас будут переезжать завтра теперь уже завтра будут переезжать на другой участок ну там не особо большой петар 40 но тоже будут у вас развербанивать но что для этих выступторов 40 петар это им короче на два дня у этого плуга 13 гектар он может за смену спугать за большой так крышо будет на скорости будет 12 километров сейчас паспорт отнимется камера конечно не передает но здесь пылище просто ужас сегодня ветра нет до этого был ветер выдувал хотя бы а сегодня нет и вот поэтому приходится пылью дышать так здесь остается совсем чуть-чуть ну еще муж пол машинки и все . загоняем уже больше перекидывать не будем на сегодня хватит я весь обгорел с этой крышей надо отдыхать сейчас технику загоняем и все